Всем привет! На канале Дендробен и Сталинграды. Как всегда, коротенькое видео. Сегодня 27 февраля. На день пораньше мы решили посмотреть наш кокос и торф. Сейчас мы визуально смотрим, как всегда, потом завешиваем и делаем какие-то свои выводы. Можно ли содержать, когда и как содержать в кокосе, ну и чем они отличаются. Вот у нас первый ящик. Вот кока. Кокос. Вот кокос. Вот они в кокосе. Червячки подросли. Видно, что они подросли. Вот такие червячки. Вот это у нас каем. Вот они. Сейчас мы быстренько заглянем в торф, потом отсеиваем и делаем какие-то выводы. Вот торф. Ну немножечко у них тут не доели корм. Ну я только вчера же кормил. Вот торф. Вот он наш каем, червячок. Отличается от Дендр. Теперь заметно. Ну да, когда мальки еще не очень. Вот пузо-то у него такой же, а вообще сам червячок вот он такой. Эх, красавец, красненький. Так, сейчас мы быстренько отсеиваем и делаем сравнение. Потом включимся, что у нас получится. Ну вот мы отсеяли червячка. С кокоса отсеяли, с торфа отсеяли. Я его немножечко пошевелю сейчас, чтобы его видно было. Вот он. Вот он этот наш каем. Вот он как себя ведет, однако. Пока я его отсеивал, но он очень непоседливый такой вот червячок. Вот он. Вот его небольшое отличие от Дендр. Совершенно другой цвет. Ну, кто знает и другие отличия, увидит это отличие. Ну нет у него сосуда, вот покрупнее. Кровеносного, единого. Он вот такой. Уже полувозрелый. Вот. Отсеяли мы его червячка. И завесим сейчас. Вот это у нас рядом с бумажечкой лежит кокос. Сейчас. О, потрогал, потрогал я его. Ноль. Вот этот кокос. 493, 490 пусть будет. Вот. Это торф. 504, 604. Ну пусть будет 600. Вот так вот. 600. Заселяли мы 3 300 малька совсем. 330 грамм. 330 грамм. В каждый субстрат. Совсем малька. Такого малька, какого обычно мы заселяем на выгон 100-110 грамм. Получается, в 3 раза больше заселили. Кормили одинаково. Кормили своим сбалансированным кормом. Ну и сразу коротенькое, как бы, вывод, резюме. Ну мы так и остаемся, как мы и другие субстраты рассматривали, и грунты. Дендр определяет себя на тор. Вот. При том же сбалансированном кормлении. Цена. Начнем сразу рассматривать. Цена. Цена торфа у нас лично в разы дешевле. В разы. Прям. Если тут литр стоит там 3 рубля, там с копейкой, да? А здесь получается, литр стоит... 10 рублей. 10, да? Ну вот. В 3 раза. Уже преимущество есть. Второе. Много говорилось о ПАЖ. Что кокос нейтральный. Да. Это преимущество. И посему его хорошо использовать начинающим. Можно. Вот приобрели вы малёчка коконы. Вы закинете вот в кокос. Не надо голову ломать. Раскислять торф. Не раскислять. Мерить ПАЖ. Ну померить-то желательно, конечно. Мы вначале тоже померили. Сейчас мы к этому перейдём. Для начинающих отлично ПАЖ. Значит, он нейтральной массы набрал в нём меньше. Но для накопителей, для там маточного, может быть, он и пойдёт. Но опять цена, цена, цена. При заселении я сказал запах. Запах пропал вот, ну моментально. Вот мы когда помешали его первый раз, заселяли червячка, запаха уже не было. Как бы он, и всё, и на кормлении он уже был чистеньким. Я опять хочу похвалиться. Вот он червячок КАИМ. Вот он красавец. Этот уже зебрица. Вот. Ну вот, мне сказали дендра вот эта вот. Ну у кого такая дендра, поздравляю, вы дикаря культивируйте. Культивируйте. Так, ладно. Это всё так. Шутки, шутки, шутки. Запаха нет. Ну, короче, определились мы, как и где можно использовать кокос. Можно, где-то даже нужно, где, говорю, проблемы с торфом. Нет торфа, ещё что-то. Но для вот, как бы, культивации червя, для выгонки, вот, лично нам он не подходит. Всё, оставимся при своём мнении. Теперь переходим к ПАЖ. Мы померили ПАЖ вначале, как бы, когда заселяли. Но не пошло у нас, не попало в ролик. И теперь придётся, вот, у меня осталась вот эта вот, я, вот эту жидкость я оставлял. Ну, не жидкость она, а вместе с этим. С субстратом. С субстратом, с кокосовым. Первый. А вот этот после того, как мы изъяли из него червячка. Пользуемся мы вот этими китайскими штуками. Есть и другие, вон, китайские. Ну, вот этот самый простой и самый надёжный. Вполне достаточно для червячка. Крайние все видно. Кислый, если субстрат, к примеру. Щелочной, всё на них видно. Мы считаем, не обязательно тратить очень большие денежки. На приборы. На приборы, на это дорогостоящее. Не знаю. Может, при каких-то других объёмах это. Вот. Вот теперь, вот этот у нас первый. Первый. Вот он был какой, когда мы заселяли червячка. А какой был и PH. Вот. 5-6 секунд достаточно. Первый. Вот он, желтенький. А вот, когда мы червячка уже изъяли. Я его обычно 5 секунд держу. Вот. И опять вот, как бы, вопрос в тему. Говорят, PH не меняется в нём. Однако, господа, меняется. А ты поверни крышку беленькой страны. Однако, господа, меняется. Вот. И вот мы теперь смотрим. Заселяли мы PH между 5 и 6. Ну да, 5,5-6. И изъяли мы червячка. 7 точно есть. Даже чуть темнее, да? Ну, 7-ка пусть. Всё равно. PH на 1,5 единицы поднялся щёлочность. Вывод какой? Вывод опять напрашивается такой. Были разговоры, что данный субстрат не меняет. Я сам это сказал. Не меняет PH. Нейтральный. Он нейтральным остаётся. Но он ещё нейтральный, но уже он идёт к критическому. Мы не держим такую. Мы стараемся, чтобы червячок оживал в нейтральной среде. Ну, как-то ему комфортнее. Поэтому нельзя его использовать. Второй раз. Может, кто-то и будет использовать. Ради Бога. Мы говорим, что мы сделали и что мы увидели. Мы об этом и говорим. А о том, что у вас получится. Вот она. О том, что у вас получится. Вот она. За семёрочку чуть-чуть. Использовать нельзя. Бесплатный сыр только в мешеловке. Вечного двигателя нет. Мы ещё не придумали. Овечного субстрата тем более. Ну, признаюсь, сам мечтаю получить такое. И очень много потратил сил и времени на суперпитательные субстраты. На разные-разные всякие. И каждый раз возвращаюсь к торфу. Так что всем счастья, любви, здоровья, удачи и терпения в нашем нелёгком деле. Все. Спасибо. Спасибо.